Как мы видели в нашем решении, у нас все-таки решение отклоняется от аналитического решения, и нам бы как-то подправить его, подточить. Ну, самое простое, это увеличить точность решения. У нас есть две основные, два основных параметра в Differential Equations, это абсолютная точность и относительная точность. Абсолютная точность это по умолчанию 10 минус 6. Относительная точность 10 минус 3. Абсолютная точность используется, когда мы близко к нулю находимся. Естественно, что когда у нас большие значения, абсолютная точность нам мало что даст. Ну, давайте мы на максималочках выжмем точность до 10 минус 8. Посмотрим, что будет. Вот у нас уже из-за повышения точности вектор решений стал больше, был 17, стал 45 на тени. У меня прыгает тут. И теперь мы посчитаем наше уравнение и сравним с аналитическим решением. Ну, тут видно, что практически, да, один в один точно совпадает аналитическое решение, которое идет пунктирной линией и посчитанное нами численное решение. Ну, как результат у нас, из-за того, что мы увеличили точность, у нас увеличилось количество шагов, ну и как результат дольше, в принципе, должно считаться. На этом простом примере это особо незаметно, а вот когда примеры посложнее, наверное, я думаю, это очень серьезно. Ну, вот мы тут вот считаем и, в принципе, отдаем на откуп тому пакету, как он разбивает временную шкалу, какие шаги задает. А мы можем сказать, что мы умнее и решим, что будем сами разбивать временную шкалу, сами зададим шаги. Вот, видите, мы пустили шаг через 0,1, то один элемент. Но это нам немножко вышло боком, потому что после того, как мы сказали Солверу, что мы умнее его и сами будем задавать временную шкалу, разбиение временной шкалы, Солвер нам выполнил то, что мы велели, но отвечает, что раз не я разбивал время, а вы, то между двумя значениями, если вам захочется получить значение не в точке, которое оно вычислено, а в промежутках, я буду использовать линейную интерполяцию, то есть ломаную построю, потому что я не знаю структуру этого решения и умываю руки. Ну вот, как бы, теперь мы интерполируем на каждом шаге линейно. Ну, мы можем задать не только шаг, но и конкретные значения в виде массива. Также мы можем отбросить крайние значения, по молчанию у нас крайние значения тоже используются и сохраняются. Вот видите, мы отбросили стартовое значение и последнее значение, то есть ноль и десять. Значит, десятка тут осталась у нас. Наверное, а, ну я думаю, что он рассматривает просто десятку, не как последнее значение. Вот, да. Ну, значит, что-то не так пошло. Дальше пошли у нас мы можем еще раз снизить нагрузку, отключив непрерывный вывод. Денсити убрать. То есть теперь мы не просчитываем промежуточные значения. Особенно хорошо это видно на графиках, когда мы при постройке графики с отключенными промежуточными значениями получаем, вот, действительно рубленные значения между точками. Ну и тут вообще мы пришли к тому, что отказались сохранять шаги и получили только значения в начале и в конце. Ну а если, наверное, мы отключим, тут начало и конец вообще ничего не получим. Ну и кроме того, что мы можем играться точностью и шагами, мы можем выбрать определенный алгоритм решения. Ну, как бы два варианта. Мы можем задать конкретный алгоритм, который мы будем применять для решения. или дать некий хинт, подсказку, для того, чтобы, базироваясь на этой подсказке, Solver выбрал, каким алгоритмом решать. Ну и вот одна из этих подсказок, это if, если у нас жесткая модель, жесткая система, фактически у нашего экобиана большие и как результат при шевелении начальных данных у нас очень сильно меняется решение. Решение становится, скажем так, неустойчивым. И вот выбирается Solver и интерполяция, завязанная на жесткие уравнения. Ну, по умолчанию у нас используется от Seed5 метод. Ну, самый лучший у нас Rungakuta. И тут вот у нас интерполяция четвертого порядка идет между точками. Ну, вот, собственно, это маленькие намеки на то, как нужно выбирать и настраивать решатель. Ну, при этом, скажем, если выбрать неправильный решатель, мы можем просто не получить ответ. Иногда решатель неправильно разбивает временную шкалу. То есть, пока вы с этим не встречаетесь, вы об этом не думаете. А как только встретились, вы должны знать, что вы можете вначале поиграться решателями, вначале попробовать пинты разные, потом решатели повыбирать, и потом вручную, обдумав, порезать шкалу каким-то образом.